Пожарные перегружены. Количество поджогов прошлогодней травы бьет все рекорды. Горит не только старник, но и леса, а также постройки. За прошедшие сутки почти 200 пожаров. Как говорят в пожарной службе, статистика продолжает расти. Погода нынче сухая. Анастасия Дяканова продолжит. Рижское 8-е отделение пожарно-спасательной службы. Оно самое большое в Риге. Одна машина на выезде с самого утра. Вторая только вернулась из Баложи. Хотя это не их регион, но машин во втором отделении не было. Для пожарных с теплой сухой весной наступает горячее время. Поэтому они снова и снова прислушиваются к объявлениям по рации. И шутят, что сегодня на Румбале ничего еще не горело. А вчера туда ездили трижды. Часть нынешних пожаров – умышленные поджоги. Каждый год пожарные дают информацию о тех местах, где горела старая трава. И если эта территория получает субсидии из Евросоюза, и там горела старая трава, тогда эти субсидии уменьшаются или вообще не выплачиваются. Прошлогодняя трава горит по всей Латвии. В Земгалы пока что самое горячее время выпало на минувшие выходные. Более сотни вызовов за три дня. Самое активное время – когда заканчиваются уроки в младших классах, а также с приходом темноты. Если мы смотрим статистику пожаров старника, то выходит, что больше всего их в городе. Если же мы смотрим на площадь, то города всегда отстают от района. В Елгове прошлогодняя трава горела совсем рядом с многоэтажным домом. Причем не раз. По словам жителей этого дома, виноваты дети, решившие побаловаться. А это уже Латгалия, Далгопелский край. На фоне живописного заката горит старник, прямо возле реки. Это часть самого масштабного пожара, произошедшего накануне. Выгорела площадь в 30 гектаров. Сезон поджогов обычно прекращается к июне. Тогда и можно будет сравнивать цифры. Пожарно-спасательные службы говорят, что все зависит от погоды и ждут осадков. В Латвии за поджог прошлогодней травы грозит административное наказание. Штраф от 280 до 700 евро. Но поймать поджигателей за руку выходит нечасто.